Построенная в 64-м году, реконструирована в 79-м. Паровая котельная в Барвихе обеспечивает теплом весь поселок и жилой фонд санатория. Мощность ее 24 гигакалории в час, 2 гигакалории идут на собственные нужды, 22 на население. За время эксплуатации котельную несколько раз капитально ремонтировали. Добавили 4 котла, пристроили здание насосной. Почти 5 лет назад провели модернизацию. Добавили автоматику, чтобы исключить человеческий фактор. В том числе поэтому аномальные холода на работе объекта теплоснабжения не отразились. Все оборудование проходит ежегодно. Экспертизу промышленной безопасности, которая регистрируется непосредственно в Ростехнадзоре. Получаем всю документацию. Документация имеется в наличии на все котлы, на здание, на дымовую трубу, на паропровод, на газовое оборудование. Котельная Паричи оборудована пятью подогрейными котлами. В связи с тем, что санаторий сейчас не работает, функционирует только два. Этого достаточно для того, чтобы в домах было тепло. Котельная обслуживает один квартирный дом, это порядка 100 жителей, и семь ИЖС, это частные дома. Плюс на территории санатория Паричи есть два объекта. Гараж и еще один административный объект, который поддерживает тепло на этих объектах. На новогодних праздниках здесь произошла авария. Вследствие утечки из котла погасла горелка. Котел разобрали, отремонтировали и вновь запустили. На работу у коммунальщиков ушло четыре часа. Котельная работает полностью в штатном режиме. Дополнительно мы поставили дизельную, блочную, модульную котельную, так как у нас грядут опять холода. И если у нас случится какое-то еще сбое оборудование, мы в подмогу запускаем ПМК «Дизель», и жители не ощутят никаких проблем. Котельная на территории авиаремонтного завода подает тепло как на предприятия, так и на социальные объекты. В школу, поликлинику, многоквартирные дома. За исправностью оборудования следят внимательно. Вводилась дарационная колонка, устанавливались новые подогреватели. В котельные насосные оборудования вводилось новое. Старое, соответственно, демонтируется, устанавливается новое. С 2018 года объект участвует в различных инвестпроектах по модернизации оборудования сейчас в плане замены системы электроснабжения. Мы уже получили решение, и уже началась инвестиционная программа. Уже мероприятия все выставлены на конкурс. Определяется, так сказать, победитель, подрядчик, кто будет выполнять эти работы. В Одинцовском округе крупных аварий на новогодних каникулах зафиксировано не было. Все чрезвычайные ситуации были локальные, поэтому аварийные службы устранили их оперативно. Все котельные сейчас в работе. Все котлы эксплуатируются в соответствии с режимными картами. Если какой-то котел выходит из струи, то обязательно на котельные есть резерв, либо есть возможность переключения на другую котельную для того, чтобы обеспечить подпитку с другой котельной. В частности, в Одинцово у нас используется такая схема, когда несколько котельных могут работать в один большой контур. В вопросах ЖКХ главная коммуникация с людьми, подчеркнул глава округа. Жители должны быть постоянно в курсе, что произошло, какие меры предпринимаются и в какие сроки авария будет устранена. Поэтому своевременное информирование – это еще одна важная задача, которая стоит перед коммунальщиками. Карина… Да. Василиса Ивашкина, Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.